МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кульминацией сегодняшнего дня станет выступление солистов Мариинского театра. Историко-культурный форум продлится в Хакасии до конца недели. Завтра на Гладенькой начнется работа секции. Участники будут обсуждать проблемы развития отдельных территорий. Также в рамках форума 29 июня на Сагайской поляне в Аскизском районе пройдет республиканский праздник Тумпайрам. Завершится историко-культурный форум 30 июня в Абакане концертом на стадионе Саяны. Впервые в Хакасии выступит известная скрипачка Ванесса Мэй. Кстати, билеты в кассах республиканской филармонии пока есть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К другим темам. В южных и центральных областях России регистрируются вспышки энтеровирусной инфекции, опасной своими осложнениями в основном у детей. В Хакасии, к счастью, в этом году таких случаев не обнаружено. И чтобы не допустить вспышки, необходимо соблюдать определенные меры профилактики. Тему продолжит Виктор Лушников. Санитарные врачи отмечают, что ситуация с заболеваниями и острыми кишечными инфекциями в республике пока на уровне средних многолетних значений. К примеру, в июне зарегистрировано 260 случаев. Среди них рота и норовирусная инфекция у детей. Отмечены единичные случаи дизентерии. На первом месте сальмонеллез. 28 случаев большинство в Абакане. Причиной болезни стали мясо домашней птицы и яйца, недостаточно прожаренные. Грозная интеровирусная инфекция в Хакасии в этом году пока не выявлена. Хотя, напомним, раньше случаи регистрировались. И 5 лет назад от его последствий в Абакане умерли 2 малыша. Врачи напоминают о первых признаках болезни. Это температура, слабость, недомогание. Но боли в животике может быть, понос может быть. И изменения в слизистой зева. И опасны это интеровирусные инфекции. Это осложнениями, такими как менингитами, менингридцеполитами. В принципе, симптомы схожи с другими кишечными инфекциями. Поэтому при малейших подозрениях надо обращаться к специалистам. И не заниматься самолечением. А еще санитарные врачи напоминают всем о соблюдении простых мер профилактики. Которые, по их мнению, уберегут от попадания в инфекционную больницу. Мыть руки перед едой, после посещения общественных мест. Конечно, желательно в течение дня как можно чаще руки обрабатывать. По профилактике пищевых каких-то отравлений. То есть, это приобретение продуктов питания только в санкционированных торговых местах. Ни в коем случае не приобретайте продукцию участников. Скоро порчусь такую, как молочные продукты. Которые достаточно опасно сейчас. Тщательно обрабатывайте овощи, фрукты. Никаких особых мер предосторожности по поводу интервирусной инфекции медики пока не предпринимают. Из Москвы таких распоряжений не поступало. А населению врачи советуют еще не пить сырой воды и обязательно хорошо прожаривать и проваривать яйца, рыбу и мясо. Виктор Лушников, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Из Хакасии в Таджикистан по подложным документам вывезено лесо на сумму, превышающую 17 миллионов рублей. Возбуждено 9 уголовных дел. Установлено, что на протяжении 2012 года фирма, зарегистрированная в Хакасии, предоставляла подложные документы на таможенные посты Республики и Красноярского края. Объем вывезенных за этот период лесоматериалов превысил 4000 кубометров. Максимальное наказание за это преступление и лишение свободы на срок до 7 лет. Переместить подстанцию. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов. Вести Хакасия. Еще одно футбольное поле с искусственным покрытием появилось в Хакасии, на этот раз в Черемушках. Стадион «Горизонт» стал первым профессиональным футбольным полем в поселке. Размеры искусственного поля 30 на 60 метров позволяют проводить на новом мини-футбольном газоне тренировки и игры для команд разного уровня. От любителей до профессиональных. Новый спортивный объект возведен всего за полгода. Компании «Русгидро» он обошелся в 6 миллионов рублей. Стадион еще достраивается и в дальнейшем рядом с Бровкой появится еще трибуна для зрителей. Но уже сейчас на газоне можно проводить соревнования и городского, и республиканского уровня. Подобные такие поля, на мой взгляд, и вообще-то, если мы цивилизованное общество, цивилизованный город красивый, должны находиться как минимум в каждом микроороне города. А то, что это очень позитивное явление, скажет на развитие не только футбола, а вообще на развитие спорта, наше муниципальное образование. Вернемся к теме третьего международного форума по историко-культурному наследию. В Хакасию впервые прибыли творческие коллективы из еврейской автономной области. Артисты с Дальнего Востока выступили на сцене театра имени Лермонтова в Абакане. Наталья Гармашова с подробностями. Мы будем иметь возможность насладиться тем этническим искусством, которое, может быть, некоторые и не видели. Поэтому я всех вас поздравляю с тем, что мы имеем такую возможность и призываю дальше крепить дружбу между народами. На одной сцене первые лица Хакасии – представители правительства еврейской автономной области. Эта встреча войдет в историю нашей республики. Ведь гости из дальневосточного субъекта представят на Хакасской земле еврейскую культуру впервые. В составе делегации несколько творческих коллективов. Театр танца «Сюрприз», ансамбль русской песни «Младушка», шоу-группы «Асфуас» и «Степ-бай-степ». Все творческие коллективы любительские, но уже удостойны титула образцовых. За плечами певцов и танцоров немало международных конкурсов. С каждого артиста привезли награды. Для сибирских зрителей гости из Биробиджана представили национальные еврейские танцы. Артисты на сцене босиком. Это придает хореографии особенный колорит. Вокалисты исполнили песни зарубежной и русской эстрады в разных стилях. Это и джаз, и ретро, и рэп. Организаторы праздника не скрывают, волновались, будут ли продаваться билеты на концерт. Ведь коллективы непрофессиональные. Но оказалось напрасно. С первого номера все пошло как по маслу. И зал. Было такое единение с залом. Вы знаете, зал рукоплескал. Наверное, каждого в зале, так же, как и на сцене, переполняло какое-то чувство гордости, патриотизма за свою страну. Очень понравилось. Ребята просто завели зал. Все в восторге. Прямо хотелось самим в пляс пуститься. Такие встречи особенно важны для Хакасии. На территории республики сегодня проживает более сотни представителей разных народов. Действует 31 общественная организация, которая представляет интересы народностей. У Виктора Пилюка родственники из еврейской АО. Сам Виктор Николаевич родился и вырос в Абакане. Он не забывает свои корни. У меня даже слезы наворачиваются от песен. Мне было очень приятно, что с исторической родины мои бабушки, мамы, деда привезли такой большой привет. Финалом встречи двух культур стало подписание соглашения о сотрудничестве. В планах гостей из еврейской автономной области в будущем привезти в Хакасию выставки и принять республиканские экспозиции на своей территории. Также Хакасию пригласили поучаствовать в международном фестивале. Он пройдет в 2014 году и будет посвящен юбилею еврейской АО. Наталья Громашова, Юлия Константинова, Владислав Пустовой от Вести Хакасия. На этом у меня все новости. Эфир телеканала «Россия-24» продолжит рубрика «Есть мнение». Практически эта амнистия поставит черту под старым уголовным кодексом, который, я вспоминаю, раньше наказывали за спекуляцию, а сегодня это называется успешная торговля и торговая надбавка. Вот как раз экономическая амнистия, которую огласил Владимир Владимирович Путин, она как раз ставит водораздел между движением вперед, чтобы это за спекуляцию, как это раньше, не садили, а что это обычная рыночная деятельность. В то же время, те, кто нанес ущерб личный кому-то, тот, кто обидел или, допустим, захват организации, как рейдерские и так далее, вот эти, скажем так, уголовные, ответственные, как бы сказать, криминальные элементы под эту амнистию не подпадут. И в Хакасии происходило неоднократно то же самое, когда наших предпринимателей наказывали абсолютно по надуманным, по сути дела, натянутым статьям.